Альтернативная паралимпиада Альтернативная паралимпиада Вся команда отстранена Это было, можно сказать, как гром среди ясного неба И надежды уже не было, когда это заявление прозвучало Когда это заявление прозвучало И, естественно, наши тут же собрали пресс-конференцию Руководители паралимпийского комитета России Павел Алексеевич Рожков, Лукин Собрали и заявили, что они будут подавать апелляцию в суд И тому подобное Все эти процедуры будут пройдены Наняли адвокатов Квалифицированных И предоставили Все факты, что У нас нет Глобальных таких нарушений В плане подготовки Паралимпийцев к паралимпиаде Ну там претензии по додингу было, да? Да, по додингу Но, несмотря на это, все равно Суд отклонил Протест, отклонил апелляцию И мы были отстранены Эти игры всероссийские проходили в Подмосковье, да? В Новогорске База для паралимпийцев В Новогорске В Подмосковье С 7 по 9 сентября Расскажите о своей команде пауэрлифтингов Сколько там человек у нас? Команда по пауэрлифтингу С поражением опорного двигательного аппарата Состояла Из 10 человек Из этих 10 спортсменов Трое непосредственно Мои воспитанники Это Казанцева Ирина Тамара Подпальная И Филатов Петр Я, насколько знаю У них достаточно высокие были показатели Тамара Подпальная, по-моему, четырежды, да? Участница паралимпиады Ну, по порядку Легендарная спортсменка Паралимпиец Тамара Подпальная Выступала на четырех паралимпиадах Это была бы пятая паралимпиада Но не суждено Это первый момент Второй Из четырех Два золота Паралимпийских И два серебра И единственная спортсменка В сборной Российской Федерации По пауэрлифтингу Которая Имеет титул Чемпионки Паралимпийских игр Больше Пока это никому не удалось В истории Нашей российского спорта Да, российского спорта Пауэрлифтинга Паралимпийского Выступая Итоги Следующие 8 сентября На альтернативных Состязаниях По пауэрлифтингу Ирина Казанцева В упорной Схватке Заочно Завоевала Четвертое место Если сравнивать с Рио Но при этом Она Лучшая в стране В России 119 килограмм Подняла Лежа И Установила тем самым Новый рекорд России И рекорд Европы Тамара Подпальная Это Стала Абсолютной чемпионкой На этих всероссийских соревнованиях Среди женщин Среди женщин Подняла 124 килограмма Это опять же Является Она же свой рекорд Побила Европой И свою Россию Также рекордсменка И Наконец Третий мой ученик Это Петр Филатов Петр Филатов Новичок Дебютант Он отобрался На Паралимпиаду Ну Опять же Я говорю Не суждено Он Выступил Настолько успешно Что Стал Самым сильным Атлетом В России По абсолютному результату Среди мужчин Абсолютному результату 239 килограмм Поднял А сравнивая Мы долго Это ждали Когда Тяжеловесы Тяжи Как у нас Обзываются Как грубо говоря Называются Тяжи Они выступали В последний день Перед закрытием Паралимпийских игр И мы Стрепетом Ждали Эти выступления Чтобы сравнить Выступление Петра И выступление Тяжей Супертяжелой Категории И Петр Филатов С достоинством Заочно Завоевал Второе место То есть Второй В мире Серебряная Получается Медаль у него Грубо говоря Да То есть На Олимпиаде У Тамары Я еще Не рассказал Третье место Третье место Бронзовая Бронзовая Медаль Ну она Как с большим Запасом То что 124 килограмма А второе место 128 килограмм Так что Она с достоинством Это завоевала Здорово А третье место В Рио 115 Китаянка То что Она Железно Третье А Петр Филатов Железно Второй Это дебют Его как Был Молодец Конечно То есть Порадовал И что еще радует То что Подходя к этим Состязаниям Будь то они были бы На Паралимпиаде В Рио Будь то На альтернативных Наших соревнованиях Без травм Это немаловажный фактор Обычные растяжки Да Немаловажный фактор Чтобы не травмироваться Не загнать себя И не загубить Почему Потому что В дальнейшем В перспективе Готовясь К следующим Состязаниям Ты уже не можешь Выложиться В полной мере В связи с травмами Время уходит На лечение На заживление Ран И там подобное Ну вот спорт По-моему достаточно Такой травматичный Да Вот очень часто То есть вот эти растяжки Чтобы добиться Большого результата Это надо выходить На большие веса Но надо Если тренер грамотный Он должен как Предчувствовать И интуитивно Давать нагрузку И килограммы Своим спортсменам Чтобы не надорвать Если безбашенно Нагружать Результат Прежде всего результат То Толку не будет Загубленные связки Загубленные суставы И тому подобное Травмы Не дадут Прогрессировать Дальше Это чутье надо Тренера Ну естественно И Слаженная работа Совместная С учеником В одиночку Тренер так же не может Только давать нагрузку Полное взаимопонимание И каждый шаг Отслеживаться Как некоторые тренера Что Мы Электронкой Послали комплекс Это план Он делает И по телефону Отчитался Этого ни в коем случае Нельзя Под контролем Под личным контролем Тренер должен находиться рядом Ни в коем случае А там получается Они соревновались Сами с собой Да условно говоря Получается они по одному Человеку Согласно правилам На паралимпиаду Отбирается По одному человеку В категории От страны И получается Что все 10 спортсменов По одному человеку В каждой В своей категории Скажите вы как профессионал Вот эти вот препараты Они действительно помогают Достигать высоких результатов Да помогают Это запрещенные Естественно Ну да Запрещенные А каким образом На то они запрещенные Да То есть это когда взрывная Взрывная энергия Появляется Допустим В нашем виде спорта Если препараты запрещенные Синтетические Анаболические препараты В первую очередь Это их обнаруживают В нашем виде спорта У каждого вида спорта Допинг свой Если допустим Стрельба Те которые у нас Запрещены Препараты Им они как Безразличны Безразличны Если у них запрещено Допустим У них запрещено 50 грамм выпить Спирного Перед стартом А они Ну раз и пользуются этим Чтобы тоже стимулировать Стимулировать Чтобы успокоение А наоборот То есть успокоение Да Небольшую дозу То нам оно Ничего не поможет Хоть выпей Хоть не выпей Я вот про это и говорю У каждого Свой Вида спорта Свой допинг Так вот Эти препараты запрещенные Естественно Увеличивают Метаболизм И обмен веществ В организме Восстановление И так далее И так подобное Да На то они запрещены Вы готовитесь К следующей олимпиаде Да И как моя жена Моя ученица Тамара Подпальна Центральному телевидению Задали ей вопрос На альтернативных Наших играх В Москве В Подмосковье Она ответила Раз я Наша команда Была отстранена Паралимпийская То я планировала Последний раз Выступить В Рио Но раз отстранены То будем готовиться К шестой К шестой В Токио К 20-му году Замечательно Удачи вам Будем за вас болеть Естественно И до новых встреч Спасибо Спасибо Я напоминаю Что у вас в гостях Был тренер сборной России Команды по пауэрлифтингу В Алтайском крае Андрей Александрович Подпальный Спасибо за внимание До встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok